Книга «Открытым оком. Тема. Дети. Лагерь. Стан. Том 13. Вопрос. 2775». «Вы говорили, что без физического наказания невозможно воспитание детей. Так какие же конкретные наказания существуют и поныне в вашем детском лагере Стане?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Физические, значит, связаны с телом, а не только с душой. Златоуст поясняет, что тело и душа так крепко связаны, что наказывая тело, мы врачуем душу. Дети страшно разращены, неумны, не приспособлены к жизни, покостливы и трусливы. Если в стране официально признают, что наркоманов не менее 6 миллионов, а воров почти каждый, то дети – законные сыновья и дочери этой порочной среды. «Нынче у меня была в лагере девочка, 9 лет от роду, Женя. Она матерится, и что я должен делать с ней? Она со стола прячет хлеб в свои карманы и бросает куски в туалет. Она заходит в туалет и до 300 бумажек белой бумаги сразу же сбрасывает в яму под себя. И такое не один раз. Она никакой работы не хочет делать. Даже ягоду, клубнику, малину, смородину, черемуху не хочет собирать. Стоит столбом в своем красном платьишке с оборками. Лжет умело и на каждом шагу. Написала мне подметное письмо с гадкими словами. Печатными буквами написала. «Лагерь для меня – ад, лагерь я ненавижу!» И десять восклицательных знаков. Пришлось делать почерковедческую экспертизу и выявить ее, ибо она заперлась намертво. Когда все дети и взрослые подтвердили, что она это написала, только тогда она осозналась. Стали разбирать по часам жизнь в лагере, когда бы ей было плохо. И она подтвердила, что такой минуты здесь не было. А как же могла ненавидеть? Гробовое молчание. Мать ее позвонила из Ишима и предупредила о таком ее характере. «Что бы вы стали делать с ней, чтобы и других детей не заразить ее влиянием и не дать ей совсем погибнуть?» За ругань и матерки наказал крапивой по губам и по ногам. А вот с бумажками сложнее. Вынес газету перед строем, развернул пять полос газетных, а потом разорвал пополам. Дети подтвердили, что теперь десять листов. И так переломил, разорвал еще три раза. И получились по размеру туалетные бумажки 80 листков. Далее отдал ей их, и она должна была залазить на Вавилонскую башню высотой до трех с половиной метров и разбрасывать их, чтобы они летели, а она любовалась ими. А потом собрать их. И так до обеда. Если не будет хватать сколько, столько и горячих крапивой по ляжкам. А чтобы она не лукавила, поставил двух добровольцев-волонтеров, чтобы наблюдали за ее работой, качаясь на качелях и тарзанках, играя на буме. Она наигралась досыта, а в туалет ей запретил ходить, так как она лишала весь лагерь туалетной бумаги уже несколько раз подряд. Ей назначил двух сопровождающих, и она по нужде уходит с лопатой за старые стены коровника, в густые кусты крапивы, и там зарывает. Столовый ее отсадили на отдельный стол. И еда без хлеба, потому что не раз бросала хлеб в туалет. Очень даже действенно, и все довольны, и она смеется. Это тоже ведь физическое наказание. По лагерному уставу вещи не должны оставаться за пределами лагеря стана. Но дети постоянно забывают свою одежу и обувь вне стана. Один из дежурных по столовой обязан трижды в день и даже четырежды обходить с наружной стороны ограду стана и собирать вещи. Когда же помолились и сели за стол, вот тогда и выносится забытое. Хозяин определяет свою вещь или ему подскажут. Пока ничейных вещей не находили. Он обязан выйти из-за стола и оббежать лагерь трижды, размахивая этой вещью над головой и крича «Я забываю вещи за станом». Что не успеют съесть после того, как оббегут лагерь, а выходить из-за стола нужно со всеми вместе, то им в животики не попадет. Очень действенно и дети начали подбирать за собой. Это же касается вещей, которые остаются на территории стана на ночь, попадают под дождь. Родители довольны и дети смеются. А один круг вокруг лагеря – 182 метра. Итого три круга равняется 546 метров. Физическое или духовное здесь воспитание? Все обязаны иметь носовые платочки. Как только совершили молитву за стол, так идет разбор четырежды в день, кто как вел себя, как работал. И тут же наказание. Если нет платочка, то нужно бежать к тополям на расстоянии 252 метра. Сорвать один листочек, разового пользования платочек. Те же полкилометра получаются. Тоже очень действенно. Все это физическое наказание. После купания дети обязаны бежать бегом от пирса до качели. А это расстояние 298 метров в один конец. Если кто-то не бежал, то ему снова туда и обратно бежать. Тут побольше прыгать придется. Но детям это не в беду. Кто не может бежать, тот и купаться не будет. У нас лагерь не оздоровительный, а трудовой. Больных не принимаем. А если попали к нам больные, то живут по общему режиму. Не выгоняем только на солнце и работать не посылаем, когда они недомогают. Также больные ходят босиком. Также на молитву собираются. Если на костре во время пения разговаривают, мешают другим, то обязан зайти на третий этаж ограды, где две параллельные жердочки связаны. И там у столба сидеть. Туда ему и картошку принесут. Очень даже поучительно ему. До колодца от кухни лагеря 100 на 328 метров. Обязаны все утром пойти туда и принести хотя бы литровую баночку воды. До кострового вигвама 288 метров от лагеря. Это уж для работы по подготовке кострища. От лагеря до скворечника, где просмотр фильмов, 302 метра. При случае приходится пробежать. В воскресенье катание на лошади. Один отрок сел на борт в телеге. Тут же садил его, и он уже не поехал на экскурсию. Если одни едут верхом, другие не должны вылазить за ограду бума. Нарушитель лишается поездки верхом. Это же и на лодке, и на плоту. Везде у нас уставы и строгая дисциплина. Все под полным контролем. Кто любит спать при просмотре фильмов, тех и не берем с собой. За плохую работу лишение первого или второго за столом. Драчунов накажу авоськой. Чемпион был в этом году Никита. Восемь лет. Они постоянно дрались. Толкали друг друга с Артемом. Разъединял их. Наказывал за приближение одного к другому. Не помогало. Батюшка посоветовал связать их. Надел на них веревочку. И так они ходили, связанные длинной бечевкой, около недели. Ели из одной чашки. Предупредил, что если будут и дальше драться, то будут есть одной ложкой, а потом и пить из одной кружки. Драка прекратилась. И еще увел их на особое место с мягкой травой. И там устроили борьбу. Кто кого победит. До всех наказаний и не перечислишь. Они должны быть неунизительны и адекватны проступку. Евреям 12 глава 7 стих. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Притча 13 глава 25 стих. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Сирахова 30 глава 7 стих. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его. И при всяком крике его будет тревожиться сердце его. От слова бранного страдает воротник. Он испохаблен ртом от плоти своенравной. Гнев скосоротил губы, во внутренность проник. Воссел царем в телесном грязном храме. Нет, слово скверное не просто связка слов. Но это бунт, бестормозные мысли. Они от демонов, исполнив роль послов, без свежести заразные закисли. Слова о детородных членах и блуде выплескиваются из душонки душной. Невыполнимые, привыкшие балдеть, а слушать их противно, даже скучно. Привыкший к матерным словам не отойдет от этой пакости и заражает ближних. Таким же обалдуем сын у них растет, и тут же падаль жрет, сусладой лижет. Есть речь, наполненная Библией, бесценной. Стихи и главы сыплет наизусть. Спокойно сказанная прошибает стены, и на врагов она наводит жуть. Евангельские мысли о спасенье, о рабстве праведности ради доброты. Сквернавцев разбивают, бьют о землю. Слова сии возвышены и к небесам впритык. Я ненавижу черные слова, язык блудящих отвергаю сходу. Лишь пакость раскроют и начнут блевать. Такая, мол, теперь повсюду мода. А демон радуется, тянет за язык, соделавший его лопатой грязный. Все от избытка в сердце, так привык. Слова подсудные сто крат вреднее праздных. Христианин не может осквернить язык и разум звуками бесчестья. Род сквернословов пакостный парник. Им в сердце верных не найдется места. 17 июля 2005 года. Игла.